ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Начиная общение с коллегами и журналистами, генеральный директор «Т-Плюс» Александр Вилесов выразил удовлетворенность результатами работы компании и достижением поставленных целей. Отопительный сезон завершен. В этом году он оказался чуть короче в большинстве регионов, чем обычно. Что, с одной стороны, хорошо, потому что мы можем раньше приступить к выполнению своих инвестпланов и мер по подготовке к новому сезону. Компания показала за прошедший год хорошие, уверенные, я бы так сказал, экономические результаты. Вся отчетность у нас уже опубликована. Основные задачи компании, это, конечно же, на лето, это подготовить города к снова зиме, выполнить все инвестобязательства, которые у нас есть, пройти по тем программам, которые у нас поддерживает государство, и подготовиться, чтобы мы могли в следующую зиму заходить уверенно, без проблем и обеспечить надежное, бесперебойное теплоснаджение. Мы продолжаем по-прежнему интенсивно работать над цифровизацией, пытаемся сделать ее полезной для компании. Прежде всего сделать так, чтобы мы с помощью цифровых инструментов повысили эффективность производства, его эффективность, безопасность и надежность для клиента. От сотрудников средств массовой информации Александр Игоревич услышал вопросы, наиболее актуальные для их родных городов. Первый вопрос из Кирова был посвящен подключению к тепловым сетям строящихся школ в Долгушино, на проспекте строителей и рядом с Зубаревским лесом. По мнению одного из застройщиков, теплоэнергетики якобы действуют нерасторопно, чем отдаляют момент введения объектов в эксплуатацию. Генеральный директор Т-Плюс с такой позицией не согласился. У нас все федеральные программы, которые реализуются в Кирове и во всех других регионах, находятся на контроле штаба замминистра энергетики Российской Федерации. И я вижу по той оперативной отчетности, которую мне дают, что мы в целом справляемся с обязательствами, мы сделаем все возможное, чтобы, конечно же, мы не стали причиной задержки каких-либо федеральных историй, связанных с школами или с чем-то еще. У нас задача подключить, конечно же, потому что это и с точки зрения экологии, я считаю, для города это гораздо полезнее, чем строить отдельную котельную, потому что все источники уже есть. И в Кирове хватает источников, которые находятся за городом для того, чтобы теплооснабжать город. Наша задача вместе с городом и вместе с вами найти решение, которое позволяет подключить вновь строящие школы, особенно если это какие-то федеральные проекты. Более подробную информацию по подключению новых образовательных учреждений озвучил руководитель Кировского филиала Т-Плюс Сергей Береснев. По Долгушино, по школе мы котел уже установили, сейчас ждем согласующих документов от Газпрома и, в принципе, готовы будем запускать. По проспекту строителей по школе мы в январе месяце протянули трассу, но строители не были готовы ее присоединиться, потому что еще не был закрыт тепловой контур. По Долгушино тоже не был закрыт тепловой контур и остается у нас Зубаревский лес. К сентябрю месяцу вместе с дорогой у нас будет построена тепловая сеть к этой школе и здесь каких-то рисков и опасений я тоже не вижу. В целом Александр Вилесов обратил внимание на масштабность работ по реконструкции сетей в Кирове. Перед теплоэнергетиками стоит задача трудиться с опережением, взяв некоторые объекты из юбилейного для областной столицы 2024 года. Серьезная ставка будет делаться на инновации, в том числе на роботизированную установку, которая с 2021 года обследует трубопроводы изнутри. Наша задача остается переложить по программе реконструкции примерно 50 километров теплосетей. Мы ряд объектов перенесли, как раз учитывая это знаменательное событие, радостное, с 2024-2023 год. Поэтому придется много сделать в Кирове, чтобы эту программу реализовать. А то, что связано с роботом, для нас это новая технология, но в принципе уже освоенная. Там, где магистральная сеть большой протяженности и сложной доступности, конечно же, робота будем применять. А у нас много мест с дальним теплоснабжением. В общем, это уже перестало быть какой-то экзотикой, а стало таким, в хорошем смысле, рутинным процессом. И в целом мы за инновацию что-нибудь еще придумаем. Директор Кировского филиала Т-Плюс Сергей Береснев, говоря об итогах отопительного сезона, особо остановился на вопросах экологической безопасности. По его словам, за последнее время количество вредных выбросов на объектах генерации в Кирове и Кирово-Чепецке удалось уменьшить на четверть. Кратко про прохождение отопительного сезона. Я бы, наверное, его характеризовал как спокойно. Все наши источники выдерживали параметры. Мы прошли надежно. Крупных аварийных ситуаций у нас не было допущено, их просто не было. Ну и третье, это, наверное, экологично. Мы с прошлого года начали подходить достаточно щепетильно к экологичным вопросам. И мы на 25,4% сократили выбросы загрязняющих веществ в Кирове и в Кирово-Чепецке. В текущем году к экологии у нас особое внимание будет. Мы заканчиваем реконструкцию кировской ТЭЦ-3. И там существенно сбросы воды, которые шли на охлаждение, у нас прекратятся в химцехе. Мы устанавливаем локальные очистные сооружения. И сбросов, в том числе остатков химии, у нас тоже не будет. По Кирову мы продолжаем проекты реконструкции муниципальных котельных, которые работали на угле, дровах, мазуте с переводом на газ. Мы уже перевели достаточно много котельных в прошлом году на улице Заводской. Перевели на централизованную систему теплоснабжения котельных, которая давала выбросы по набережной. В текущем году мы 3 января уже досрочно исполнили инвестпрограмму текущего года и реконструировали котельную по улице Есенина. Тут даже не только одна котельная, которая у нас была в концессии. Там ситуация была. По теплокому соседняя котельная, которая работала на дровах, отказались от несения нагрузки. Мы ее присоединили к нашей котельной, увеличили мощность и все-таки котельную запустили на газе. Далее Сергей Александрович перешел к планам работы в наступившем межотопительном сезоне. У нас есть годовая программа ремонтов по объектам генерации. Почему годовая? Потому что по объектам генерации у нас достаточно много оборудования, которые друг друга резервируют. И без каких-либо опасений мы можем проводить годовую программу ремонта. И с начала текущего года у нас уже несколько котлов были отремонтированы, отреконструированы турбины. Так что эта годовая программа идет по графику. Каких-либо сбоев нет. И годовую программу мы выполним. В целом, если говорить про объекты генерации, про наши электростанции, то у нас бюджет на текущий год примерно 755 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию наших объектов. И дополнительно больше миллиарда рублей на завершение проекта на Кировской ТЭЦ-3. В совокупности получается больше двух миллиардов рублей. Если говорить про реконструкцию сетей, кто-то 17 километров делает, там Сыктывкар кто-то 20, кто-то больше. Мы делаем в текущем году 50 километров сетей. Реконструируем в городе Кирове и около 10 километров в Кирове-Чепецке. Так что у нас объем реконструкции достаточно большой. В текущем году мы реконструировать по тепловым сетям будем и котельные. По котельным у нас уже подоспела котельная 6.1. Котел 6.1 – это котельная в Учхоз «Чистые пруды». Там в летний период не было горячего доснабжения. И совместно с администрацией города Кирова мы приняли решение, что все-таки малый котел на производство ГВС мы поставим опережающим темпом. И котел у нас стоит и готов к запуску. Сейчас ждем разрешительных документов от «Газпрома» для того, чтобы подать горячую воду жителям. Мы всячески ускоряем процедуру согласования с «Газпромом», но тоже как бы не очень быстро здесь получается. Мне не стыдно за тот объем, который мы сделали по реконструкции. Мы все обязательства по километражу выполняем. По реконструкции котельных мы выполнили и даже перевыполнили. То есть мы даже делаем больше. И за этот промежуток времени, начиная в период подготовки к концессии, мы в ремонт и реконструкции вложили сверхтариф на деньги нашей компании на уровне плюс 3 миллиарда рублей, что говорит, наверное, об ответственном отношении к нашей деятельности. Если бы мы ждали только тарифных источников, то ничего бы мы этого не сделали. Что касается гидравлических испытаний, то эта деятельность ведется согласно утвержденного графика. Радует то, что с каждым годом доля успешных опрессовок без выявления дефектов повышается. По гидравлическим испытаниям начали сразу же практически после окончания отопительного сезона. На сегодняшний момент 21% секций по городу Кирова мы уже опрессовали. Из них 60% опрессовки прошли успешно. Процент с каждым годом положительных успешных опрессовок у нас становится выше. Сейчас по тем дефектам, которые выявлены в результате опрессовки, мы проводим устранение дефектов и будем повторно прессоваться, пока и повторная опрессовка у нас не будет положительной. Я хочу сказать, что прессуем, как обычно, опрессовочными машинами, участками и точно выдерживаем давление на каждом из участков. По итогам опрессовки машина автоматически выдает диаграмму о том, что мы достигли необходимой величины по давлению. И здесь мы эту диаграмму прикладываем к актам проведения гидравлических опрессовок, которые у нас проверят, конечно, еще может проверить Ростехнадзор. Здесь мы очень щепетильно к этому относимся и будем гидравить, пока не получим положительную диаграмму на данной машине. Если будут выявлены дефекты, понятно, что приостанавливаем гидравлические испытания, устраняем дефекты и выходим повторно. 2023 год примечательный для Кирова и в плане перекладки магистральных трасс. География работ обширная. Одна из основных задач заключается в том, чтобы они были завершены в срок. Но, по заверению Сергея Береснева, подрядчики будут стремиться к более ранней сдаче объектов. Кроме котельных у нас в этом году трассы, магистральные трассы. По части магистральных вы, наверное, уже видите. Это улица Воровского. У нас поставлена даже видеокамера для наблюдения. Мы видим, контролируем количество персонала и те объемы работ, которые ребята выполняют. Ребята выполняют и от заявленных объемов, на которые им выдан ордер на ограничение, даже постановление на ограничение движения по улице Воровского, они точно сделают раньше. Но тут надо будет еще смотреть, чтобы дорожники подхватили, чтобы не было простоя от завершения реконструкции к укладке асфальта. Будет улица Роза-Люксембург в районе Октябрьского рынка. Будет улица Чапаева. По Чапаево работу мы также уже начали. Будет из серьезного, по Воровского, не только Воровского, но она затронет еще и переход Октябрьского проспекта. Первый переход Октябрьского проспекта мы будем реконструировать от ЦУМа к парку имени Кирова. Второй переход Октябрьского проспекта чуть ниже от Кировских товаров до середины Октябрьского проспекта, до Цветника. Там у нас тепловая камера. Здесь два прохода Октябрьского проспекта мы сделаем. Но будут еще незначительные участки на Менделеева, Менделеева, Воровского. Конечно, все можно посмотреть на сайте hotwaterkirov.ru. Там сверху есть, как открываем страничку объекта реконструкции текущего года. И когда мы нажимаем, открывается полный перечень. Красным обозначены магистральные трубопроводы, зеленым обозначены разводящие трубопроводы, внутриквартальные, которые мы делаем в текущем году. По внутриквартальным трубопроводам мы продолжаем комплексную историю. Когда целыми микрорайонами мы меняем тепловую сеть, и в этом году из крупного, наверное, это Соловьевская Слобода. Это жилой микрорайон, который находится чуть ниже Колизея и до парка имени Кирова. По ней мы практически все тепловые сети будем перекладывать. Микрорайон Дворца Пионеров, ближе к автовокзалу, перекладываем практически все сети, которые есть во дворах. На болоте Широнинцев цеховая Шинников перекладываем полностью микрорайоном. Продолжаем работу по Костино. В прошлом году сделали много, в этом году завершаем, да. Ну и завершаем также по Роману-Ярдякову. Один год у нас был, половину магистральной трассы сделали, второй год, вторую половину магистральной трассы сделали. И часть разводящих сетей сейчас, разводящие сети по Ярдякову мы должны закончить. И вложения, если посчитать в реконструкцию теплосетевого хозяйства города Кирова, у нас состоят больше двух миллиардов рублей. Таких вложений не было достаточно давно. И к юбилею 650-летию мы, конечно, нашу программу реконструкции частично изменили, потому что в 2024 году плановая реконструкция у нас была запланирована по улице Энгельса-Преображенской под дерево желаний, где мы в прошлом году закончили реконструкцию, по Карлу Марксу проходили. Проходим через задний двор драмтеатра и уходим в сторону улицы Ленина. По карте можно посмотреть чуть подробнее. Это будет перенос программы 2024 года, чтобы в юбилейный год нам не проводить крупных работ на крупных магистральных дорогах в исторической части города Кирова. Кроме этого, мы возьмем дополнительно в текущем году реконструкцию ввода тепловых сетей от Октябрьского проспекта до Цирка. Эти работы у нас были запланированы даже позже 2024 года, но чтобы не перекапывать благоустройство, вы знаете, что парк Кимни Кирова запланирован под реконструкцию к юбилею города. Кроме этого, мы будем перекладывать тепловые сети перед филармонией. Там идет магистральная тепловая сеть, и чтобы реконструкция тепловой сети была до благоустройства площадки, там жители определились, что будет благоустройство этой площади с установкой памятника. Так что мы эти работы делаем заранее. Затем был затронут один из самых болезненных вопросов – продолжительность проведения земляных работ. Как известно, в начале весны этого года городские и областные власти утвердили нормативный акт, запрещающий раскопки сроком более 14 дней. Руководитель кировского филиала «Т-Плюс» заверил, что это правило будет соблюдаться практически повсеместно. По ремонтным работам мы стараемся вложиться в эти сроки с благоустройством. Зимнее благоустройство, как правило, у нас точно мы в эти сроки вложились, эту зиму мы уже прожили. После сразу завершения ремонтных работ мы закрываем, я требую каждое утро на оперативном совещании, у нас подводятся итоги для того, чтобы не было большого количества открытых раскопок. Зимой мы сократили это до уровня 4-5, с плотным ограждением сейчас их чуть больше, но я думаю, что если в этом году практически по всем раскопкам, я думаю, что мы эти 14 дней будем соблюдать. Редкие истории, и мы понимаем, что и правило внешнего благоустройства позволяет нам продлиться, в случае, если есть технологические трудности. Но если на самом деле потребуется, то мы будем этим правом пользоваться, но нечасто. Я тоже как житель считаю, что это делать мы должны быстро и оперативно. По реконструкциям мы будем точно смотреть за проектными сроками проведения работы, потому что по каждой реконструкции составлен проект, и составлен план производства работ, и наши подрядчики подают заявки в администрацию муниципального образования по выдаче ордеров и по ограничению движения. То есть там вопросы решаются уже не в рамках 14 дней, а в рамках проектных сроков выполнения работы. Хотя проектные сроки выполнения работы мы как и ранее сокращали, так и будем сокращать. Сейчас у нас по всем подрядным организациям я выезжаю, наверное, по ключевым объектам несколько дней в неделю для того, чтобы контролировать ход проведения работ. И точно мы будем делать даже в сроки ранее, чем согласованы администрации, в том числе и по улице Воровска. Одновременно кировские теплоэнергетики не оставляют без внимания тему соблюдения границ охранных зон тепловых сетей. По словам Сергея Александровича, в месяц в суды подается порядка 10 заявлений. Мы обращались к администрации, обращались к прокуратуре, но там все нас понуждают работать в большей части самостоятельно. Хотя спасибо муниципалитету, по крайней мере, вопросы по детским садам, по объектам детских садов, по группам, по прогулочным зонам, которые находятся в опасных зонах, эти вопросы были решены. Мы подаем достаточно активно порядка 10 заявлений в месяц в суды, и, как правило, суды принимают оперативное решение. И здесь, опять же, после того, как есть решение, или уже в процессе этого, мы с управляющими компаниями или с ТСЖ, как правило, подписываем мировое соглашение. Если нас просят продлить срок для выполнения работ по выносу детской площадки или почему-то еще, мы точно соглашаемся, но если это в рамках одного года. То есть, если реально просьба от управляющих компаний связана с необходимостью проведения строительных работ. По киоскам, конечно, тут мы работаем достаточно жестко, потому что это не социальная история, и это вопрос частника и собственника, свой киоск перенести. И, наверное, если говорить в целом по нашей компании, мы одни из первых, кто поднял этот вопрос. И, наверное, помните улица Производственная и Воровского. Там достаточно жестко мы тогда прошлись по выносу ларьков, по модо-спорту. Подавали документы в прокуратуру, в правоохранительные органы, когда они строили в нашей охранной зоне. Но они все-таки все необходимые действия, связанные с выносом тепловой сети, выполнили. Так что вот здесь мы четко соблюдаем все предписания, которые есть, действующее законодательство. Потому что понимаем, что любое нарушение охранной зоны может повлечь травмы, жертвы, и, не дай бог, у наших жителей, у детей. Возвращаясь к вопросу ремонта и реконструкции коммуникаций, Сергей Береснев признался, что определенную озабоченность у него вызывает взаимодействие с подрядчиками. Дело в том, что в нынешнем году из-за масштабных планов пришлось прибегнуть к услугам иногородних подрядных организаций. Справятся ли они, покажет время. Могут ли быть новые подрядчики недобросовестные? Я хочу сказать, наверное, да. Я очень переживаю в этом году именно по улице Преображенской, по улице Энгельса. Подрядчик не кировский. История его работ понятна. Опыт у него есть, но посмотрим, как он покажет себя в Кирове. Хочу сказать, что с каждым годом мы увеличиваем количество перекладки тепловых сетей. И в этом году мы еще дополнительно из фонда реформирования ЖКХ в Киров и Кирово-Чепецк миллиард двести сверхпланов вкладываем. И поэтому у нас кировских подрядчиков уже не хватает. Проводим открытую закупку для всех. И начинают к нам подтягиваться и сторонние подрядные организации. А приходится ли вносить коррективы в работу ввиду того, что в этом году в Кировской области должен произойти рывок в плане капитального ремонта многоквартирных домов? Как ранее заявляли власти, по всему региону в список попали более 900 зданий. Здесь нас разводят, чтобы сначала сделали они либо мы. Тут синхронизация у нас есть. Такая же синхронизация уже несколько лет мы проводим по ремонту дорог. Есть и хорошие проекты синхронизации, и не очень, но тем не менее, в прошлом году, когда мы проводили обследование роботом, уже после проведения гидравлических испытаний по улице Комсомольской, мы выявили дефекты, несопоставимые с прохождением отопительного сезона, вот как раз роботом под улицей Комсомольской. Она уже была в работе по комфортной среде, по асфальтированию. Там верхнюю часть оставили щема незакрытой специально для нашего прохода, для того, чтобы мы внепланово взяли и переложили эту тепловую сеть с небольшим, но с заужением дорожного полотна. В целом подготовка к отопительному сезону в нашем регионе в 2023 году должна выйти на новый уровень. Губернатор Александр Соколов, критикуя осенью прошлого года коммунальщиков за срыв сроков, потребовал, чтобы в 2023 жилой фонд был готов к подаче тепла к 1 августа. Руководитель кировского филиала Т-Плюс считает, что эта цель достижима. Я считаю, что к 1 августа задача исполнима по источникам тепловой энергии, и задача исполнима по домам. По закрытию дорог и по реконструкции трасс, все-таки это делается не одномоментно, а поэтапно. То есть у нас ГИБДД, ВДПИ не дают нам ограничивать движение по двум параллельным дорогам, если это может создать серьезное препятствие в городе Кирове. И у нас в этом вопросе по тепловым сетям, они у нас, часть делается последовательно. Но я точно хочу сказать, что к сентябрю мы готовы будем полностью к несению нагрузки, как и каждый год. Ну а если смотреть дальше, на несколько лет вперед, то, по мнению Сергея Береснева, Киров должен стремиться к внедрению новой модели рынка тепловой энергии, получившей название «альтернативной котельной». Осталось два города, которые не перешли на метод «альтернативной» – Киров и Свердловск. Если говорить про мое отношение к этому, то я целиком и полностью поддерживаю переход на метод «альтернативной». Вот сегодня утром на оперативном совещании передали, что отключилось чуть больше 15 домов по причине обнаружения дефекта на ведомственной трассе. Конечно, с ведомственными трассами, с частными трассами, с сегодняшней моделью рынка мы не имеем никаких договорных отношений. Мы, хотя являемся ИТО, но договорных отношений у нас нет. И мы пишем в администрацию города в соответствии с федеральным законодательством. Они должны урегулировать эту историю для того, чтобы понудить частного владельца этой сети к ускоренному устранению дефекта, а по методу «альтернативной» у нас уже будут договорные отношения. Конечно, лучше выстроить отношения на берегу и сразу, чем вот как-то искать концы в отопительном сезоне или в межотопительном сезоне. Тоже неприятная история, когда вдруг прекращается горячее водоснабжение, хотя вопрос к нам никакого отношения не имеет. Будут у нас договорные отношения, значит, мы будем понуждать всех владельцев сети приглашать нас на проведение опрессовки. Больше скажу, что там больше половины владельцев ведомственных сетей не проводят гидравлических опрессовок. Что создает риск теплоснабжения в отопительном сезоне. Даже в рамках повышения надежности это точно даст шаг вперед. То есть, если все другие города туда перешли, то и Киров тоже должен быть там. Будет у всех единая методика начисления платы граждан. Это тоже будет неплохо. С сохранением объемов инвестиций это тоже будет совсем неплохо. Даже может быть с увеличением объема инвестиций. Ряд вопросов в ходе пресс-конференции был задан и директору кировского филиала «Энергосбыт плюс» Юрию Карамыслову. Традиционно Юрий Борисович дал оценку ситуации с оплатой тепловой энергии и электричества в нашем регионе. На самом деле платежная дисциплина возросла и директорская задолженность и по теплу, и по электрике снижается. Количество проблемных клиентов снижается. Ну и основной акцент сейчас на работе делается даже не на промпредприятиях, не на бюджетных организациях, а на населении. С точки зрения предупредительных мер, разъяснений, чтобы клиенты понимали, что есть возможные последствия. Это и отключение ресурса, и взыскание задолженности, поэтому очень много ведется работы по предупредителям информационным. То есть отправляются информационные письма, автозвонки о напоминании о задолженности, смс-сообщение, куш-уведомление, которое позволяет клиенту напомнить, что у него есть задолженность, ее необходимо оплатить. Ну и иногда задолженность формируется еще и из того, что не передается показание своевременно по индивидуальным приборам учета, без показаний применяются расчетные методы в соответствии с законодательством. Ну и в свете вот этих двух моментов сбыт продолжает развивать все онлайн-сервисы, повышать качество обслуживания клиентов. Основные приоритеты все-таки дистанционная работа, чтобы клиентам было удобно не тратить время на поход в наши офисы, хотя офисы работают в стандартном режиме, в том же количестве. Это онлайн-сервисы, личный кабинет для юрлиц по электроэнергии, по теплу. Мы продолжаем развивать для хист-лиц, он у нас уже давно работает. Совсем недавно начал функционировать в конце прошлого года личный кабинет для юрлиц по электроэнергии. Сейчас он уже достаточно протестирован и работает. И мы уже тиражером распространяем и предлагаем всем юрлицам работать. Прокомментировал Юрий Карамыслов и возможность появления единой квитанции, куда были бы включены все коммунальные услуги. По мнению многих кировчан, иметь дело с одной платежкой гораздо удобнее, чем с несколькими. В рамках как раз единого платежного документа мы и работаем. У нас же услуга и по электроэнергии, и по теплу, и по ГВС. Это в одной квитанции. Также мы сотрудничаем с Купритом, с оператором по твердым коммунальным обходам. Он тоже в нашей квитанции. В этом плане это мы как раз за единый платежный документ. На уровне законодательства нет решений, которые бы обязывали, чтобы этот единый платежный документ каким-то образом был реализован в регионе или в стране. Обсуждение идет, вы их, наверное, видели. Разные варианты рассматриваются. Мы на сегодня работаем с нашими контрагентами, с партнерами на коммерческой основе. То есть мы предлагаем. И у нас на самом деле по многим районам есть перечень услуг тоже большой. Там включаются и наймы жилья, и обслуживание жилья управляющей компании. То есть на самом деле некоторые клиенты региона получают один платежный документ, а не пять-шесть. По Кирову вот пока только объединили в основном три коммунальных услуги. Ну, четыре, вернее, отопление, ГВС, электроэнергия и таково. Сотрудничество готовое, но управляющая компания почему-то предпочитает сами за обслуживание выставлять свои квитанции. Водоканал тоже. Водоканалу не раз предлагали прийти в наш документ. Ну, считается, что им удобнее собирать самим. И, наконец, были затронуты вопросы с доставкой квитанции и передачей показаний приборов учета. Доставка квитанции по Кирову у нас основной доставщик Почты России. Квитанции должны у граждане получать до 10-го числа по Кирову и по Кирово-Чепецку по области до 15-го числа. То есть, на самом деле, если кому-то квитанции доставляются позднее, пользуясь случаем, говорю, обращайтесь на наш контакт-центр. Мы оперативно реагируем, разбираемся с нашим контрагентом с Почтой России, с чем вызвана задержка доставки. Что касается ограничения сроков по передаче показаний 15-го по 25-го. Это связано с тем, что индивидуальные показания приборов учета участвуют в расчете на общедомовые нужды. Показания общедомовых приборов учета снимаются на 25-е число. То есть, разница между индивидуальными приборами учета и показаниями общедомового прибора учета в календарном диапазоне больше. То есть, больше дельта, которая, если бы раньше еще брать, до 15-го числа, она бы попадала в АДН. А АДН распределяют уже управляющие компании. И, соответственно, у граждан обычно часто возникает вопрос, почему у меня иногда вычисление по АДН, сопоставимость индивидуального потребления. Вот это как раз проблема неодновременного съема показаний. По электрике есть путь решения. Это реализуется программа по установке ИСУ, интеллектуальной системы учета, когда там съема происходит одновременно. И граждане-то забывают вообще о том, что надо передавать показания. По ГВС пока все сложнее. 25-е число ограничений, почему мы дальше не принимаем? Потому что на 25-е число требуется время, чтобы сформировать квитанцию к первому числу. То есть, это тоже свести все объемы индивидуальных приборов учета, общедомовых приборов учета и весь этот объем посчитать. У нас 2 миллиона лицевых счетов по всем услугам, поэтому расчет, конечно, очень такой трудозапратный, непростой, требуется время. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Всего доброго.